Друзья, всем салют, делаем прямую трансляцию, сейчас всех подсоберем и будем общаться сегодня со мной и с Ганвестом, закидывать свои вопросы в чат, будем на них отвечать. Бро, привет! Салам, салам, я тут этот, мед, понял? Просто мед и больше ничего. Лимон, короче, еще, братан. Ну, короче, типа, иммунитет повышает, варенье вишневое, понял? Слушай, у тебя такая модная майка, знаешь, тебе водку в ней можно еще пить. Слушай, братан, я, короче, вчера смотрел фильм со Стетхомом, этот, Паркер, короче. У него, короче, была белая майка, понял? Я смотрю, блин, надо быть в белой майке, короче. В приватиках, понял, у меня тапки один. О, бро, расскажи, чем ты сейчас занимаешься на карантине? Если бы у меня была дома студия, то я бы, как бы, дома писался. А дома чисто так демки записываю, ну, понял, там, на телефон, на этом, на гаражбенде. А так, типа, у меня студия, я пока взял паузу, ну, как бы, чувак работает, но мы с ним, как бы, не видимся. Ну, меры предосторожности, понял? Ну, ты никуда не уехал, ты в Москве, да, в квартире? Ну, да. Только я, знаешь, что я не понял, прикол? Типа, аэропорты закрыли, ну, окей, хорошо. А, понял, сапсаны ездят, ну, например, типа, понял, вот, допустим, в Питер сгонять, изи вообще. То есть нет какой-то, то есть жесткости, о которой говорят, и все это, короче, просто, чтобы запугать людей. Вот. Ну, типа, я думаю, что это все, это постанова жесткая, короче. Ну, а ты сам-то на улицу выходишь? Магазин, чисто, понял? Ну, нет, вирус есть, это факт, то есть, ну, есть этот коронавирус, им люди болеют, это факт, он есть, но слишком преувеличивают это все, понял? Ну, то есть, чересчур людей запугивают, но вот прям, мне кажется, что это какая-то махинация своего рода, понял? Заговор, да? Заговор. Ну, типа, понял, да, но есть свои плюсы, понял здесь, типа, например, природа почистилась, ну. Это факт. Там в Китае или где, короче, там прям природа, киты что-то там опять начали плавать, ну, короче, по-своему, короче. Дельфины вернулись в Риге. Дельфины вернулись, понял. Ну, ты масочку-то носишь, когда на улицу выходишь? Это маска, на самом деле, но я ношу. Ну, по сути, я маску ношу, братан, не за того, что коронавирус, по идее, я ношу маску, чтобы не за*** были, понял? А у тебя какая-то фирменная, модная или медицинская обычная? Обычная черная. А расскажи, много ли концертов у тебя отменилось? Ну, не скажу, что много. Мы как раз не успели особо продать, вот, ну, как бы, ну, концертов 10 точно, ну, вот было прям, да, которые уже все были куплены. Вы их на лето или прям на осень? Ну, пока ближайшее лето-осень. Ну, короче, на самом деле, типа, я знаю, что сейчас, как каротин закончится, я прям 100% прям двинул прям по концам. У меня же тем более хит там новый шел. Кайфули называется, мы про него чуть позже поговорим, да. Ну, вот, поэтому я сейчас все юга объезжу, точно, тусовочные места, где там Дубай всякие, понял? Поэтому мне просто надо дождаться карантин, как закончится, так сразу двинул по концам. А теперь о твоем треке Кайфули. А. Расскажи, где и как ты записал этот трек? Записал я его дома. Ну, типа, я, короче, был дома, но так же сидел дома, чилил. Так же мед ел, да, вот здесь сидел? Ну, типа, да, я вообще мед люблю, короче, по идее. Вот, и этот, хавал, сидел, чё-то мне бит скинул, короче, вот, битмейкер мой новый. Скинул мне биток. Мне чё-то он зашел. Он чуть-чуть, чуть-чуть был другой. Я ему говорю, слушай, давай добавим инструментал, облегчим, полегче сделаем. То есть лишние тинты скинем и чисто вот этот духовой оставим, дудку, и всё. Ну, чисто минимализм. Он окей. Перезалил, скинул мне. Я сел, слушаю, чё-то у меня вроде прёт. Какие-то первые мысли были, чё-то про кайф. Думаю, надо чё-то сделать, какую-нибудь песню про кайф. Понял. А я ещё, типа, в своё время слушал, там, знаешь, кайфуем, там, вот эти всякие песенки. Понял, типа, сегодня мы с тобой кайфуем. Да, понятно, да, да. Как раз для южан, да, такая музыка. Да, понял, типа, такая тема. Я такой думал, надо такой же трек сделать, только в своём формате. Ну, и чё-то такой сидел, думал, 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 да, чё заморачиваться. Просто беру слово и просто его тупо там в своём формате. Я же люблю там, типа, уменьшительно ласкательные слова использовать. Я такой, ну чё, кайфулись делаю, понял? Вроде прикольно звучит. Как, типа, не нормально, а нормал, типа, да, понял слова меня. Как быстро ты это нагенерил? Ну, короче, набросал какие-то моменты, набросал. Вайп какой-то определённый поймал. А потом я зимой уезжал, короче, на острова отдыхать, понял? И там я поймал особенный вайп, понял? Там вообще прям нормальный я вайп поймал. Грибов взял, пахал. Вроде бы, типа, у меня мышление вообще вот так вот открылось, короче. Я прям кайфанул, понял? И всё, и я дописал полностью уже куплеты. Летел в самолёте уже обратно. Уже он был для меня полностью готов текст. Вот. И мы приехали к Сашину Фоменкову. Приехали к Фоменкову. Перезаписали, потому что была другая немножко версия. Мы ещё очень долго с тональностью выбирали, спорили, что давай чуть вот так, давай чуть вот так. Типа, я хотел там немножко, там, по-басисте голос. Ну, короче. А потом, короче, не стал заморачиваться. Просто вот как вот по кайфу. Вот как вот, вот как вот. Вот как сейчас сделаю, так и пусть будет, короче, понял? Ну и всё, я острова, море, тепло, всё в голове, тусовочки, там, туда-сюда. И всё. Это, короче, такая песня, понял? Типа, просто это песня для того, чтобы отдыхать. Ну, это типа... Ну, так оно и есть, оно так и работает. Правда, сейчас все дома отдыхают. Ну, все бухают дома, понял? Я смотрю, мне там скидывают сторисы и всякая такая тема. Все дома бухают, танцуют под неё. А сейчас, когда клубы заработают, это вот в каждом клубе. Потому что если ты пришёл в клуб, и там нет этой песни, то, в принципе, можно этот клуб сейчас вот прям сейчас закрыть и... Всё, чтобы он не работал, понял? Получается, идея накидал здесь, на кухне. И потом уже допилил этот трек уже на островах. Да, типа, всё как бы... Демка была здесь, в Москве. А уже готовый продукт у меня получился... Именно поймал та. Ну, я, короче, понял для себя, что мне надо путешествовать. Сто процент. Потому что, когда я путешествую, у меня вдохновение ещё больше раскрывается. Особенно такие песни, именно понял? Какие-то качёвые. Ну, по идее, я как бы и лирику делаю, но... У меня такая она... Непонятно. Вроде бы кач, вроде бы лирика. Ну, такая своеобразная волна. Ну, свой стиль, как бы, короче. А что за битмарк, кстати, написал биточек? Тоже с Украины парень. Как VHS, битс как-то, ну, если по никнейму, я уже точно не помню. Ну, не тот самый, который тебе никотин писал, да? Нет, это другой парень. Тоже талантливый и очень крутой. Сейчас, как бы, мы с ним плотненько так работаем. И сейчас, ну, как бы, новые треки будем с ним делать. Ну, то есть, под его биты, под его продакшны. А ожидал ли ты то, что Кайфули залетит прям в топ-10 ВК, там, развирусится? Или ты думал, будет просто хороший трек? Ну, слушай, я тебе скажу так, что он развал никотин именно по топу. Потому что в свое время, когда никотин сбышал, он доходил до топ-5. То есть, он был в пятерке. Вот. И, как бы, вроде там остановился, и что-то, и как бы, и все. И, как бы, он завирусил, и все, и, как бы, есть. Но Кайфули сейчас по всем показателям, да, как бы, разъебал. Ну, то есть, понял? Ну, тут, как бы, надо учитывать тот факт, что это было два года назад. Тогда были немножко другие, как бы, стримы. Тогда были, все равно не так много было. Я тебе скажу, что сейчас конкурировать намного стало сложнее, чем раньше. Ну, понял? Сейчас вообще миллион музыки просто. Сейчас очень много. Я когда, вот, ну, как раз со своими первыми треками, у меня не было такой, как бы, конкуренции жесткой, как сейчас. Понял? И тогда, в принципе, у нас вообще все органически зашло. Понял? Но если бы, если бы мы именно никотин, то есть, я бы по рекламе бы еще разъебал, например, да, в то время, то это было бы топ-1-100%. Просто я тогда в этом плане, как бы, не разбирался особо, не понимал. Ты мало в рекламу, да, вкладывался? Да, да, мало вложил денег тогда в рекламу, как бы, и поэтому, типа, это вот. А если бы в то время я бы это сделал, например, да, то бы это вообще было бы. Ну, в принципе, она и без этого разъебала, как бы, песни. Она стала хитом, независимо от позиций в топах, какая она там была, первая, не первая. Она была в пятерке, но это не помешало, понял, ей стать хитом. И до сих пор она, как бы, ну, играет везде, как бы, то есть. Но сейчас я переплюнул никотин в песне Кайфули, понял? То есть Кайфули — это новое дыхание, это новый хит, как бы мой, ну, на данный момент новый хит. Ну, да, то, чего, наверное, все ждали, потому что... Да, то, соответственно, чего все ждали и думали, что, типа, я не сделаю новый хит. Ну, как бы, человек, который сделал один хит, второй хит, сделает еще таких 10 хитов. Поэтому это, типа, понял, зависть и, типа, ну, невера в то, что человек может сделать, ну, что-то больше того, что он сделал до этого. Ну, короче, я, как бы, всегда в себя верил, у меня было, ну, как бы... Я знаю, что я создал свой уникальный стиль, у меня есть свое неповторимое звучание. То есть я, как бы, утвердился на этом рынке в шоу-бизнесе, что есть конвест, который делает то, что не делает никто другой. И это не похоже ни на что. Поэтому мне этого достаточно, и, как бы, я ни с кем не конкурирую, никто для меня не конкурент. Я со всеми, как бы, максимально, там, дружу, общаюсь с кем, да, имею возможность, вот. Поэтому, как бы, понял, я просто в свой кайф все это делаю, и все. А подкашивают для тебя такие негативные комментарии? Нет, братан, вообще, ну, типа, а что, а что, а что я буду, вот, ну, допустим, я буду загоняться по поводу того, что какой-то мне чмошник, который в жизни ничего не добился, высказывает свое мнение. Ну, мне-то что с этого? Не я же ему пишу и высказываю свой негатив, а он мне пишет. Поэтому, типа, трек вот буквально недавно вышел, и ты много ли потратил ресурсов и сил, чтобы его прям пушнуть? Очень много, бро. Но дело не в деньгах, понял? Дело, как сказать, в творчестве. То есть даже бы, если бы это не был сам по себе хит, сколько бы туда не вложил, он бы не разовирусил, понял? То есть материал, это тоже очень важный момент. Поэтому, как бы, тут как бы такая грань. Может, песня органически, в принципе, без вложений залететь, а может, она быть хитом, но если ты не сделал какие-то вложения и пассивов. Ну, сейчас главная цель того, что, а точнее, суть того, что конкуренция большая, треков выходит очень много. И поэтому без сейчас хорошей рекламы, что бы ты там ни делал. Либо просто трек будет очень медленно набирать обороты, и через полгода он станет более-менее известным, но уже его история пройдет, потому что он уже не такой актуальный. Да, поэтому, типа, понимаешь, причем, вот новичкам, которые сейчас заходят на рынок без какой-то поддержки командной, например, да, без командной поддержки и без вложений, ну, он может даже просто не пытаться даже это делать. Либо это должен быть, ну, супер-хит, который сам по себе завирусит. Ну, просто, вот как-то вот так ты выложил, и так получилось, что она вот, и разошлась. Все, другого пути нету. Это, типа, тебе повезло, или как русская рулетка, понял? Дострелишь себя, ну, вот, по-другому никак. Вложения, команда, либо просто это тупо хит. Все, другого не дано. Как обстоят дела с треком «Взгляни на небо», который мы в выпуске освещали полтора года назад? А, да, я помню. Да, слушай, мы думаем, понял? Типа, сейчас, на самом деле, очень много песен вышло, которые, типа, знаешь, были когда-то хитами, а потом, через какое-то время, дали второе дыхание, и, типа, сейчас их выпустили. Но с этой песней мы пока не понимаем, но я думаю, что все равно рано или поздно мы ее выпустим, понял? Но она готова, или вы пока ищете, в каком виде ее сделать? Она готова, но, я не знаю, вдруг у меня там, не знаю, через полгода вообще меня озарит, что я пойму, что ее надо сделать по-другому, понял? Друзья, напишите в чате, ждете ли вы трэп «Взгляни на небо», может, вы его не ждете, поэтому, и... Они сейчас ждут, знаешь, что? Они сейчас ждут банду, короче, и ждут этот... Я трясу своим х**, короче. Это так трек называется? Да. Но она будет называться... Она будет называться «Я трясу через кэ». А альбом планируешь какой-нибудь? Они знают, что от меня все ждут альбома, я как бы в этом году не собираюсь сделать альбом. Но я хочу сделать альбом, когда вот прям бум, понял? Тогда вот... То есть ты решил с синглами, да, стрелять? Пока с синглами, конечно. Пока чисто хиты, хиты, хиты. И когда уже в совокупности еще будет пару хитов, на этой волне уже можно какой-нибудь альбом сделать, понял? Им же, понимаешь, им проще сказать «Сделай альбом». Они же не понимают, какая это работа. Я не хочу как фараона обосраться, например, с альбомом, понимаешь? Я хочу... Не понравился альбом, да, фараона? Да нет, братан, вообще ни разу. Ну, как бы... Я просто, ну, как бы... Давно, как бы, слежу за фаручем, как бы это... Ну, не в обиду ему сказано, но он сам, наверное, это прекрасно понимает, что это не то, что он делал раньше. То есть это не тот вайб, который бы я хотел получить, например. Я, ну... Я думал, что там будет вот... Например, я думал, что, да, это не только мои ожидания. Там все, кто говорит, что этот альбом просто с жопу лежит. Я человек, который не будет кому-то с жопу лизать. Я не знаю, какой он человек. Я именно оцениваю его творчество. И то, что он сделал сейчас, ну, это не то, что он делал раньше. Ну, мне вообще не зашло, понял? Ну, это просто тупо спи***ные треки западные. Там, Лиллскис, там, и многих тех чуваков. Просто ребят, не шарик, кто такой Лиллскис или... То есть о них не знают, потому что у нас люди сидят в своей маленькой пещерке и не смотрят, что в мире происходит, понимаешь? Я не ищу вдохновения ни у кого. Я просто делаю свое дерьмо. А это просто берут чуваки, особо мозгов нету, берут просто чужой стилек, переделывают, типа, бац свой и выпускают. Поэтому это не зашло. А если бы он, понимаешь, сделал бы свой стиль, к которому он зашел, в принципе, изначально, да? И то, что он сделал изначально. Может, это его цель была так сделать, понял? Может, он специально это сделал. А потом хоп и удивит, да? Если он так сделал, тогда, ну, тогда респект, понял. Тогда базара нет, что если это был план действий, тогда базара нет. Это просто более-менее зашло, потому что его знают, и у него есть какое-то имя, понял, что, ну, фараон. И все ожидали. Бро, а общаешься ли ты сейчас с Джиганом? С Джиганом мы уже давно не общались, на самом деле. Мы последний раз с ним общались после совместной работы, когда мы выпустили песню. И что-то после выпуска песни мы пообщались еще месяц, наверное, и все, как-то мы что-то потерялись. И как бы все. Я как бы вижу... Мы прям очень так активно дружить стали. Ну, мы с ним хорошо, конечно, да. Мы с ним прям плотно дружили, виделись. В гости постоянно к нему приезжал, да, как бы... Дом у него постоянно чилили, да. Вот как бы... Ну, короче, нормально мы с ним скоррешились, как бы. Ну, потом чё-то как-то вот... И чё-то, я не знаю, как бы так получилось, вот. И все. И потом я смотрю, что этот... Как бы... Такая... Как бы я такой... Ну, не знаю, типа. Ну, чё? С кем не бывает? С каждым, кто сидит, смотрит... С каждым может это дерьмо произойти, понимаешь? Ну, зашла же я с хавчиком, понимаешь? Все же угорают, понимаешь? Даже я угораю. Идем на пианинке, да, сидит? Да, ну, понял. Ну, зашло же людям. Зашло. Дай бог, чтобы все было хорошо, как бы, понял. Чтобы там бы... Все это устаканилось и, типа... Сошлись, все было нормально. Все-таки 4, 4... Ну, четверо детей. И как бы не хочется, да? Ну, я бы не хотел, чтобы это все разрушилось, поэтому, ну... Ну, я желаю ему только участия и, как бы, несмотря ни на что, как бы. У тебя, кстати, прическа новая классная. Это новый стилек или ты просто как-то помыл голову? Да, я назад хочу волосы, понял? Я отращиваю. То есть ты хочешь их завязывать сзади? Нет, просто назад. Итальянская такая, понял. А татухи новый дел? Нет, типа... Ну, я на самом деле планирую. Сейчас вот эта вся канитель угомонится. Думаю, доеду все-таки до своего татуировщика, как бы, ну, начнем что-то делать. Не знаю. Ну, я бы хотел, потому что надо старое обновлять, хочу рукава забить. Но я хочу... Я у меня была цель, как бы, в принципе, полностью забиться, вот. Поэтому, как бы, ну, я хочу тебе... Ну, лицо точно уже нет, но, как бы, руки там, спина, ноги, типа, как бы... Почему нет? Ну, лицо будет перебор уже. Смысла нет что-то делать на лице. Не хочу, чтобы мне просто тупо синее лицо было, понял. Так, кстати, у тебя что, часы Кассио тоже? Да. О, красава. У меня маленькие, понял, такие, типа... А у меня, ну, тоже вроде небольшие такие, только серьезные. Ну, смотри, видишь, какой ремешок? А, ну, типа, под золото, да? Или ты золотое сделал? Это золотые, да. Что, прям реально золото или это просто... Прям золото, да. То есть ты его заказывал, ремешок отдельно? Да, да, мне это сделал ремешок. И что, сколько такой ремешок может стоить? Да, нормально. Ну, как цепон такой, типа, понял. Здесь, я не знаю, здесь грамм... Ну, тут еще такое плетение, понял. Оно, как бы, вроде бы, тяжело, но не тяжело такое плетение. Я не знаю, как это плетение специально называется. Оно выглядит, как будто, знаешь, здесь, ну, грамм 200, прям, да. А на самом деле, тут грамм 100, ну, например, 150. Ну, ну, тысяч 250 точно. А что сейчас из новой музыки слушаешь? Кто нравится? Ботиносы. Я, в принципе, их всегда слушал. Вот эти джибалвины, вот эти все чуваки, понял, там. Батбани. Чисто тоже рэкатон, в основном, слушаю, понял, испанский. Ну, короче, ты отчасти вдохновился для Кайфуль, наверное, вот как раз там, да? Я вдохновился никотином, брат, своим же треком. Просто, типа, никотин он немножко более депрессивный, понял. А Кайфуль это все-таки настроение, так? Такой праздничный трек. Да, праздничный трек. А никотин он все равно более, он такой, как сказать. Это же грустная история, на самом деле, в никотине, да? Просто на то, что качевый биток, туда-сюда, она звучит так, более качево. А так, на самом деле, настроение у него более депрессивное. А у Кайфуль такое настроение. Эй, пацаны, давайте бухать. Ну, ты... На свадьбу можно включить. Да все, не, братан, это народная песня, все, это народный хит, но это все. Ее слушают везде. Я вчера, короче, смотрел Топ Шазам, понял. Там же можно смотреть по городам, где. Короче, везде, братан, везде просто. Я еще думаю, просто, если сейчас будет ремикс, я его увижу, то выпущу его официально, понял. А пока нормального нету, да? Ну, пока такое себе, да. И я тебе говорю, он еще в топ залетит. Это, знаешь, многие треки, типа, нам... Розес, например, да, вот этот, как его там, Сайнф? Иманбек, Иманбек, это же твой земляк. Ну, сделай ремикс, Иманбек. А, а он сделал, ты имеешь в виду, да? Да, да, но есть Розес трек, который сейчас везде в чартах. Это же ремикс, и ремикс написал твой земляк, Иманбек. А, ну ты же шаришь, понял, я же не слежу за этим. Базара нет. Ну, что, казахи, да, творят? Да, чувак сейчас себе, короче, это, приору купил, там, модный стал. Что, у нас Лексус и Тойоты. Лексус, это ты прям вообще топ, понял? Тойота, это так, в принципе, нормально. Типа, ну, красавчик. А Лексус, если у тебя Базара нет, прям такой... Ну, типа, у нас Лексус и Тойоты, это прям самые ходовые машины. Круче даже Мерседеса, понял? А из русских чуваков, кто тебе сейчас нравится? Типа, Алишер. Кто там еще? Кто еще? Ну, про Гуфа в комментариях постоянно спрашивают, как тебе он? Гуф? Да. Да нейтрально, как бы. Ну, я никогда Гуфа не слушал. Любимка пишет. Не слушаю я Любимку, как бы. Типа, я знаю, я знаю, не Леты, как бы мы с ним знакомы, да? Пацан нормальный. Я еще помню эту песню, когда еще даже она не вот вообще... Вообще она еще вот вообще никак. Типа, вот еще вот тогда мы с ним что-то познакомились. Вот. Мы видос снимали какой-то в Москва-Сити, я не помню. Вот он и блогер один. И вот мы... А, еще Джаро Ханза, вот мы вчетвером снимали видос. И вот тогда мы познакомились с ним. Вот. И тогда еще... Еще тогда Любимка еще у него прям не стрельнула, короче. Прикольный трек, ну, если его включат где-нибудь, а я там станцую под ним без проблем. Да, еще буду, если я бухой, мне вообще... Если я бухой, мне еще по-чему танцевать. Вот. А в плане Гуфа, ну, я его, в принципе, никогда как бы не слушал. Мне, как бы, песни... Ну, может быть, Город дорог, еще когда Баста, вот эта песня у них была. Ну и то, ты как, эффект стада, все слушают, и ты слушаешь. Вот. А так, типа, что касаемо его там, вот этой выходки последней, да, ну, как можно сказать, выходка, да. Ну, как бы... Ну, тебе по собаку, да, по собаке? Ну, я тебе так скажу, да. Я могу убить человека, но животное никогда не обижу, понял? Ну, типа, мне не жалко людей, как жалко животных. На это говорю честно. Я не имею какого-то там любви к людям, не проявляя особо любви к ним. Но к животным я очень сильно трепетно отношусь, я очень люблю животных. Потому что, ну, как бы, животные, они никогда не сделают плохого. А человек, х**, он. А животное никогда плохое не сделает. Окей, возвращаясь к 90-м, помнишь, ты тогда говорил, что ты прям готов был делать песни 90-е, там, ты возлагал надежды, будешь ли ты делать что-то в 90-х? Да нет. Все, прошла вот эта, да, история у тебя? Да, я много чего, я всякие невесты, типа, выпускал вот это вот говно никому не нужное, понял? Типа, плохо, да, зашли они? Да, потому что все любят меня, как Ганвеста. Любят по песням Никотин, любят по песням Дурман, любят по песням Нирван, ну, то есть вот такой вайт, ну, понял, настроение песен, такое звучание своеобразное. Ну, я понял, я просто, ну, эксперимент, почему нет, просто захотел сделать, ну, зайдет, зайдет, ну, у меня не было каких-то надежд, что прям это прям разъебет, ну, просто было интересно сделать. Ну, я сделал, я понял, что, как бы, люди любят другую музыку, именно, которую делаю я. То есть, допустим, там, Невеста, это формат других исполнителей. То есть, если бы это сделал, если бы это сделал Джонни, например, Невеста, вообще, например, я бы, если бы продал эту песню Джонни, например, да, отдал ему, и если бы он ее спел, под нее бы на всех свадьбах танцевали. Тут, видишь, ты такая тонкая грань. А ты, кстати, про Тим Белорусска сейчас сказал, ты же с ним тоже одно время очень плотно общался, сейчас вы поддерживаете контакт? Да, мы давно с ним не общались. Тоже, да, перестали? Если человек, допустим, ну, ты видишь, когда человек так же с тобой хочет общаться, если человек не проявляет такого желания, он еще будет за всеми бегать, всеми писать и постоянно спрашивать, как у них дела, а у меня, допустим, не будут это спрашивать. Не хотят общаться там, например, ну и надо, типа, понял. В комментариях спрашивают, а ты пишешь музыку на трезвую голову или ты вначале что-то выпиваешь? Да, в принципе, трезвую. Мне не надо что-то, чтобы меня вдохновляло. Просто есть определенная среда обитания, где мне дает больше настроения это сделать. Как с кайфолями, например. Я сделал демку в Москве, но на отдыхе меня просто очень сильно это все вдохновило. И я такой думал, надо здесь курить и ебать грибы. А грибы какие-то галлюциногенные какие-то? Да, 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 да. Там, короче, нам делали коктейли, короче. Как альфули, ты грибочек съел или это было до грибов? Это было до грибов. И потом ты уже написал и съел грибочек. Да, да, уже написал и съел. Я просто, ну, я другие мысли поймал. Ну, типа, я кое-что другое для себя понял и какие-то другие позиции не поменял, наверное, после этого. Вот ты, отвечаю, вот ты даже едешь там на отдыхе, рогатон, слушаешь, вообще другая музыка. И ты понимаешь, почему там рогатон очень, почему в Латинской Америке рогатон очень популярный. Потому что, когда солнце, тепло, пальмы, и ты слушаешь этот бит, у тебя сразу эти телочки, понял? Нет, смотри, ну, если бы ты там жил постоянно, ты бы, наверное, не мог бы нормально не работать, не музыку генерить. Там можно просто отдыхать, но потом-то надо работать, наверное. Как ты считаешь? Есть, ну, есть, да, вот есть. Вот эта грань, да? Есть грань. То есть нужно ездить, отдыхать и работать, понял? Кстати, ты про телок говорил и такой вопрос назрел. У тебя часто фотографии, там, разные жопы, там, женщины. Ты их откуда берешь? Это с инстаграма тебя потягиваешь? Или это какой-то кастинг? Или откуда они берутся, там, для фотосессий, для вот этих? Да мы просто тусуемся, братан. Это просто, это просто, это просто моя жизнь, понял? Ну, вот, типа, я так живу, с телками фоткаюсь, отдыхаю. Да телочки сами пишут. Типа, че там ганги там? Че, давай там тусанем, отдохнем. Говно вопрос. Ну, чисто, да мы живем, тусуемся, все классно, понял? Мы отдыхаем. Ну, смотри, закрывай вопрос о телочках. Некоторые же телочки думают, что там, вот, посерьезки они там будут и хотят постоянно с тобой тусоваться. Как ты вот ограничиваешь это на... Братан, там нет, у нас нет таких моментов, что мы не говорим, что, слушай, мы тут встречаться с тобой будем. Все, все адекватно по-взрослому. Они, им прикольно со мной тусить, понимаешь? Мне прикольно с ними тусить. У нас просто дружеская такой, дружеская, дружеская, дружеский вайп. Круто проводим время, отдыхаем. То есть, ну, мы просто живем, братан, мы не заморачиваемся. У нас нет вот этого каких-то ограничений, стопов, чего-то. Мы просто кайфуем, все. Здесь реально надо объединиться просто всем, реально. Завязаться за голову, сесть дома, посидеть чуток, вытерпеть. Все наладится и все. И нормально можно будет тусить, концерт иметь. Поэтому, ребят, все. Желаю всем здоровья, счастья, любви, поменьше негативов. Сидите дома. Ганвест, Демиксер, до новых встреч. Все, давайте, всем пока, всем спасибо, бро, давай на связи. Все, братан, связь, пока. Такой, друзья, прямой эфир. Пишите, с кем сделать следующее. И как вам такая история прямых эфиров. Будем продолжать их делать. Потому что физически сейчас реально нет возможности ездить на нормальные эфиры. Вернее, на нормальные съемки и снимать полноценные выпуски.